Наш человек, который молоко, он, короче, всю нашу бригаду снабжал молоком, короче. Он как-то умел брать, да. А он, у него, короче, плащ такой был сделан, у него здесь два ряда было нашиты такие карманы. Вы знаете, один ряд он, вот так, он прежде чем, он заходит, я с ним как-то вот зашел, вот, я, правда, пять бутыл только взял. У него такая привычка, он всегда, раз, очки, он в очках был, вот так, очки притерет, и пошел, все, бутылки складывать. Вот, как наклал, как наклал, как наклал, как наклал. Вот он там, вот один вот такой человек работал, он нашу бригаду снабжал молоком, сливками, морожеными, вот это все он нас снабжал. Потом он, как, весь молочный цех снабжал мясом. А как он снабжал мясом весь молочный цех? А им же молочником тоже надо быть мясо. Он берет это у них, сметану, молоко, идет с этим товаром на мясокомбинат. Им отдает сливки, там, это, мороженое, так далее. Те ему мясо дают, он мясо опять таскает. Он, короче, он вот за все лето мог бы купить тогда пять тысяч, это, жигули стоило, да. Так он мог купить вообще пять жигулей. За лето только мог купить пять жигулей. Вот, и он, и его никто не ловит, и он как-то неуловимый какой-то. Вот такой был человек. И его вот все уважали этого человека, потому что он как раз протерет очки. Тогда мы как-то зашли в вагончик, ну, переодеваться, где мы там переодеваемся, кушаем в вагончике, да. Как-то открываем в вагончик, ешкины, в каждом шкафу, вы представляете, живые утки. Там куча целого утка. Короче, кругом, короче, наш вагончик крякает весь. Вот это он все. А откуда эти он, а там, оказывается, уток живых привезли. А там у него специально на приеме были ямы такие сделаны, вот на приеме. И вот когда машина приходит, ну, выгружать этих уток, он шофером говорит, тебе мясо нужно? Будет тебе мясо, а ты мне уток. Ну, то давай. Короче, у них обмен происходит. Он ему мясо дает, а уток забирает. А уток-то ему всех же не унести сразу. А у него там ямы такие, две или три ямы. Он этих уток туда в яму всех раз закрывает, все, они в темноте не крякают. А потом он из этих ям перетаскивает, у него работа, короче, шла. И, короче, вот, а потом, говорит, нам, девчатам, ну, там, парня, так у него все брали. Так, а что, вот, живую утку, да что не взять, пару уток возьмешь, им голову так сделаешь. Мы их не убивали вот так, а просто, а некоторые убивали сразу. Нет, ну, там большинство делали так, чтобы она не крякала, самое главное. Большинство живую. Потому что надо же кровь же сливать, когда ты все его отрубил и кровь сливать. И вот, короче, там умели так делать. Ну, забирали, короче, живых. И вот всех этих уток разбирали. Ему деньги там платили, все платили. Он, у него денег, мне кажется, куда он их девал? Ну, он постоянно пил. И вот, как придет, он, он всегда так, у него очки, в первую очередь очки, он вот так, раз, притерет. Это он, пока очки он не притерет, он на дело не идет. Очки протер, пошел на дело. Приходит опять, раз, протер, на, со всех денег собрал, все, на, и вот этот. А потом там целая бригада, короче, работала. Один аж на зру прорвал. Они, короче, взяли на мясокомбинате дырку продолбили сверху, с крысы. И с крысы мясо филейки таскали. Во, филейки. Филейки. Там такая тачка с замком была. И они, короче, вот эти туда филейки, эти там, ну, рабочие специально, эти филейки, видать, шли в рестораны. Они все эти филейки заберут, все. И вот, опять нам снабжали этим, ну, бригаду еще снабжали. Так, короче, там, короче, такой бардек был на этом мясокомбинате. А потом, вы представляете, крыша загорелась. На мясокомбинате крыша загорелась. Вы представляете, все. Крыша сгорела, а, короче, открыл, а там как раз крыша горела на холодильном цехе. И открылось пространство большое, там, можно сказать, сколько, ну, тысячи-тысячи тонн мяса могло пропасть. Лето как раз, жара печет. И тут начальство, крышу-то затушили, все. А мясо надо сберечь, ешка, ну, да. Вы представляете, что там было? Там, короче, вот, что было потом. Давай ремонтировать. Короче, начальник сказал всем охранникам, всех пропускать этим, короче, никого не задерживать. Этим всем предупредил, короче, все. И, короче, материал, чтобы завозили, отвозили, никого не задерживать, все, потому что быстрее надо крышу. И вот мы давай пенопластом там крышу крыть, 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 а мясо-то открыто, бери сколько хочешь. А как мы мясо забирали? Вот, мясо вот просто забирали. Пенопласт вот такой толстый, толстый. В пенопласте мы вырезали углубление. Два пенопласта вот так вместе с собой сделали. И в этот внутрь мясо, и пенопласт тащишь. А все думают, что мы пенопласт тащим, а там мясо тащим. А в машину как? Полную машину мясо загрузишь, тушим, полную машину. Потом мусор туда, всякий хлам, раз, закидываешь, на все. Он раз через проходную, ну, мусор отвозится, мусор, кто он там. Ну, там чуть проверяли, но не так, на. Сигареты бесплатно было, питание бесплатно, все бесплатно. Мы стояли только крышу. Короче, мы пенопластом все уже, пластичь, крышу вот так застелили, а осталось только сверху шифером покрытие, и все. Вы представляете, еще одно что-то, ну, нам как Бог помог, на. Я взял, короче, ураганный ветер. И что вот мы пенопластом это накрыли, мы в четыре слои, или во сколько там накрыли, вот таким толстым пенопластом. Ураганный ветер, и весь этот наш пенопласт полностью сдул. Короче, фу, там сколько-то квадратов тысячи, или сколько-то, я не знаю, снес эти все, унес пенопласт, короче. И пошло опять мясо воровать на все. Пенопласта нету, на. Гриша опять голова у меня осталась. И, короче, вот, вот, и опять давай мясо все таскают. Там Феденев был такой директор, у него уже голова раскололась, он уже как пьяный ходил, он не знал, что вообще делать. Там, короче, бардак все таскают. Короче, пока крышу стелили за это время, вы знаете, сколько там мясо уплывало? Ой, там лучше уж не гореть. Вот, вот такой эпизод был тогда. А вы спрашиваете, сейчас вот в этом мире все, вот, воруют. У нас вон на мясокомбинате. Мы вот, я говорю, вагон грузили, вагон загрузили, мясо, это резервраторный вагон загрузили. Пошли на обед, на обед всего 10 минут просидели. За 10 минут выходим, пустой вагон. Куда исчезло мясо? За 10 минут. Вот, вот это воросло, так воросло. Это охереечное, вообще. Мы такие, и милицию вызвали, все, менты не знают. Ну, как будто бы, ну, мясо просто секундное испарило. Вот как у нас люди работали. Вот, 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 таки есть люди. И куда вот все исчезают? И вообще, и кто это так делает? И вот никто не знает. Там, какой там высшим, кому-то, к Серла Холмсу не разобраться. Да он какой там, вообще не разберется. Вот так, ну.